Канобу.ру представляет Сергей, вы недавно повысили цену на подписку на полстейшн плюс в связи с сменившимся курсом. Снизите ли вы цены, когда курс вновь стабилизируется? Я думаю, что как курс меняет подписку в верхнюю сторону, так и при изменении курса и более позитивном тренде мы рассмотрим возможность это сделать при таком волатильном рынке, который у нас есть. Когда курс меняется, к сожалению, достаточно часто, при этом как в верхнюю сторону, так и в нижнюю, очень сложно держать стабильные цены. При этом в последнее время курс неуклонно все-таки поднимается, поэтому было принято решение изменить стоимость подписки. Это связано, прежде всего, с тем, что подписка у нас стоила дешевле, чем на других территориях. Она по-прежнему остается не дороже европейской подписки. Я даже уверен в том, что так и останется. И все-таки, отвечая на ваш вопрос, как только тренд изменится, я думаю, что изменятся наши позиции по поводу финальной цены. Вы уже рассказали о том, что с обновлением 2.0 камера полстейшн получит поддержку русского языка. Не могли бы вы нам рассказать немного больше о новых функциях, которые станут доступны разговорящим пользователям? Я думаю, что мы подробно выпустим по этому поводу пресс-релиз. Скорее всего, тоже сделаем ролик. Я думаю, что прям четкие функционалы и свойства, скажем так, поподробнее расскажем чуть позднее, когда прошивка 2.0 будет близка к выпуску. Планируете ли вы запускать у нас сервисы по продаже музыки и фильмов, потому что это является неотъемлемой частью PlayStation Store? Я с вами абсолютно точно согласен. И Twigl мы в том году запустили. Twigl сейчас доступен на всех трех платформах. В PlayStation Vita он появится в самое ближайшее время. Недавно появилось приложение на PlayStation 4. С Twigl работал, но при этом мы сделали отдельное приложение, через которое можно быстро попасть в этот видеосервис. Да, мы сейчас ведем переговоры еще с несколькими поставщиками, скажем, этих услуг. И в самое-самое ближайшее время список пополнится несколькими сервисами. Мы очень близки к подписанию с ivi.ru. Я думаю, что в самое ближайшее время будет. И еще несколько там рассматриваем вариантов по спортивным сервисам. И плюс еще есть тоже некоторые идеи по видеосервисам. То есть дальше список будет расширяться. Мы хотим быть ровно на том же уровне, как и все другие территории, но при этом есть некие сложности, которые характерны только для нашего рынка, которые, я думаю, в самое ближайшее время преодолеемы. Уже прошел год с момента запуска PlayStation 4. Почти год. Он спускался на 28 ноября. Какие выводы вы сделали за прошедший год насчет консольного рынка в России? Какого положения PlayStation 4 в этом консольном рынке? И как оно изменится с приходом нового, грубо говоря, нового консольного игрока на русском рынке? Именно Xbox One, соответственно, недавний запуск. Я бы сказал, что все те планы, которые у нас были по продвижению, уже пересмотрены в лучшую сторону ровно потому, что PlayStation 4, на мой взгляд, взорвала рынок не только в России, но и в других странах. Я уже упоминал в сегодняшней презентации о том, что динамика продаж консолей такова, что приблизительно больше, чем в два раза консоль продается быстрее, чем консоль предыдущего поколения. И нет другой такой консоли на рынке, которая продавалась бы с такой скоростью. Я думаю, что это важно. В связи с чем мы быстро пытаемся пересмотреть планы и делать все несколько быстрее, чем мы планировали до этого. И важно сказать, что вовремя запущенная консоль, минимум количество отличий в запуске от того, как это делается на других территориях, правильная цена, все это позволяет, скажем так, консоли двигаться вперед, сервисы, о которых вы упоминали, которые мы обязательно добавим, то есть все это в комбинации. Несколько платформ объединенных в некую экосистему позволяет двигаться дальше. Все это у нас работает, дать чего-то не хватает, но это, скажем так, временно. Я думаю, что какие-то моменты, которых мы отстаем, мы добавим и все будет нормально. Насколько сложно каждый год повышать планку конференции в PlayStation? Потому что в прошлом году я был очень доволен вашей конференции, потому что она действительно получилась таким миниатюрным Gamescom. Ну, вы знаете, непросто, непросто, потому что, скажем так, приезд в Россию это что-то особенное для любого иностранца. И тем не менее, скажу честно, многие хотели бы приезжать, любят нашу страну, хотели бы показывать здесь свои игры, но при этом очень важно вписаться в график этих людей. И да, мы пытаемся идти по нарастающей, делать каждый следующий игромер лучше. Я надеюсь, у нас в этом году получилось чуть дальше шагнуть, может быть, скажем так, за счет каких-то других элементов, не только за счет приглашения разработчиков. Скажем так, мы пересмотрели несколько концепций стенда, сделали упор на несколько другие вещи. Ну и, скажем так, это все в совокупности нужно рассматривать. Сам по себе игромер, то, как на игромере представлены все разработчики, все издатели, и само по себе приглашение, это все-таки неким образом дополнение всей полностью атмосферы игромера. Если игромер идет вперед, то, я думаю, что и мы, в общем-то, будем двигаться вместе с игромером, да, или толкать игромер вперед, то есть кто как, да. А в связи с этим, нет ли у вас планов по проведению какого-то отдельного мероприятия, посвященного только играм PlayStation и только PlayStation вне рамок игромера? Вы знаете, ну игромер замечательное место, и до тех пор, пока все это востребовано, и сюда приходят геймеры, нас все и устраивает. То есть геймеры приходят, геймеры знают, что здесь ежегодная выставка, им нравится, пропускная способность достаточно высокая, мы даже более того уже думаем, что как-то вот даже не хватает места, вот, но посмотрим, пока все все нормально.